Добрый день! Сегодня речь пойдет о можжевельниках. У нас был уже один выпуск, посвященный некоторым сортам. Но сортовое и видовое разнообразие можжевельников настолько велико, что к этой теме мы будем возвращаться снова и снова. Сегодня достаточно необычный выпуск, тем более, что мы все-таки садовый центр и должны агитировать вас за растения, а не наоборот. И тем не менее, сегодняшний выпуск будет посвящен самым капризным сортам можжевельников. Они подходят тем из вас, кто уверен в своих силах, кто считает, что справится с любым растением. Скажу сразу, я как до конца и не смогла найти подход к этим сортам и просто стараюсь их избегать. Ведь сортов можжевельников так много и выбор настолько велик. Итак, черная пятерка или хит-парад наоборот. Оговорюсь, речь идет о сортах, которые плохо себя зарекомендовали в нашем северо-западном регионе. А в более благоприятном климате эти сорта ведут себя совершенно по-другому. Даже в нашей Ленинградской области есть участки, где можно встретить эту пятерку сортов в очень приличном состоянии. Итак, начнем. Пятое место занимает можжевельник, относящийся к среднему. Это Бленд Голд. Можжевельник в целом морозостой. Во взрослом состоянии достигает 2-3 метра в диаметре и до метра в высоту. Ну, наверное, в нашем регионе был бы не более 60 сантиметров. Ключевое слово был бы. Растение крайне эффектное. Хвоя как голубого, так и бананово-желтого цвета. Такая краска и стала ключевым моментом при выборе названия для этого сорта. Но это же и сыграло с ним злую шутку. После первой зимы вы выстригаете ветки желтой хвои, а в последующих годах и остальные. Растения действительно интересные, но, увы, прилично выглядящие экземпляры я встречала разве что на территории Голландии или Германии. Ах, не права, еще в садовых центрах в момент покупки. Четвертое почетное место занимает блюстар. Хотя многие садоводы, наверное, со мной не согласятся. Я знаю сады, где блюстары очень неплохо себя показали. Но это, как правило, сухие солнечные места, где снег весной долго не задерживается. Можжевельник очень красив. Это компактная голубая подушка, в десятилетие возрасте, достигающая не более 60 сантиметров в высоту. Минус этого можжевельника – это его медленный рост. Его годовой прирост не более двух сантиметров. А вспомните весну. Каждую весну мы чистим и стрижем наших питомцев. Вот и получается, что ежегодно мы выстригаем и вычищаем больше, чем дает прирост за весь год. Таким образом, блюстар ежегодно только уменьшается в размерах, а не наоборот. Третье место в нашем хит-параде наоборот занимает Стрикта. Можжевельник с голубой окраски хвой, имеющий свечкообразную форму. Мечта любого дизайнера. Пока растение молодое и зимует под снежным покровом, все хорошо. Оно радует нас из года в год. Но вот Стрикта выросла и начинается. Она все время стремится подгореть и непонятно, чем и как ее притенять от солнца. Марни мало, притеночной сетки много, а какая она колючая. Я люблю можжевельник, честно, но предпочитаю, чтобы Стрикту чистил кто-нибудь другой. Второе место мы отдали Мэри. Представьте себе можжевельник, который всем своим видом напоминает фонтан. Нет, не фонтан, а водопад. Когда смотришь на взрослый экземпляр, кажется, что кто-то нажал на стоп-кадр. И перед вами вовсе не растение, а поток воды. Но опять увы. В идеальном состоянии я, наверное, Мэйеру не видела никогда. А вот а-ля бонсай из Мэйеры сколько угодно. После того, как весной можжевельник сгорел или подобрел, его выстригают и выдают, и даже продают за бонсай. И возглавляет нашу пятерку Флориант. Можжевельник, названный в честь голландского футбольного клуба. И действительно, он похож на футбольный мяч. Но я бы дала ему другое название – Дабл Трабл. Почему? Да потому что он вобрал в себя все минусы и недостатки Блюстара и Блюэнд Голда. Медленно растет, подпревает как Блюстар и имеет как желтую, так и голубую хвою. Вот, наверное, на этом все. Остальные сорта можжевельников гораздо более благодарные и менее капризные. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. До новых встреч. Удачи вам! Субтитры подогнал «Симон»!